Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина. Развитие культуры и туризма на 2013 и 2020 годы, развитие физкультуры и спорта, стратегия культурной политики до 2030 года. В рамках сразу трех государственных программ «ВЧИГУ» имени Ульянова открылась международная научно-практическая конференция. Челябинск, Ханты-Мансийск, Новокузнецк и даже Ташкент, регионы России и зарубежные страны принимают участие в конференции. Всего около 300 участников обсуждали нравственный подтекст организации досуга и занятий спортом. В нашей республике уделяется особое внимание развитию сфер культуры и спорта. Регион активно участвует в реализации федеральных целевых программ. Буквально за последние три года мы построили в сельской местности, не в городской местности, в сельской местности, 12 современных инновационных учреждений культуры, которые мы оснащаем современным светосигнальным оборудованием. Модернизировали 56 сельских клубов для того, чтобы для молодежи, для общения наших ветеранов были площадки. В планах строительства еще 25 клубов реализуются проекты в сфере туризма. Этническая Чувашия, Чувашия, сердце Волги. Строится ФОКИ, совершенствуется материально-техническая база для занятий разными видами спорта. Стали традиционными массовые праздники, в числе которых Дни здоровья и спорта. Их популярность растет, а значит растет численность сторонников здорового образа жизни. Поделиться своим опытом и перенять интересные проекты других регионов и стран – главная цель конференции. Особое внимание спорту уделяется и в столице Узбекистана. В последние годы очень большое внимание в нашей республике придается именно развитию физической культуры и спорта, как инструменты, как рычага воспитания наших людей, наших граждан, в том числе и наших молодых граждан. Очень много сейчас строят в нашей республике именно спортивных сооружений. Причем спортивных сооружений, соответствующих мировым стандартам. Как пример еще раз хочу привести последнее открытие ледового многофункционального дворца. Более подробно вопросы культурно-досуговой и спортивной деятельности участники конференции обсудят на секциях. Тема завтрашнего дня – поддержка талантливой молодежи как часть государственной политики. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Посевная в Чувашии набирает обороты. Сев яровых зерновых культур идет в 16 районах. Минсельхоз Республики напоминает аграриям о необходимости страхования посевов, чтобы минимизировать риски от потерь. Тем более, что в последние годы сельхозпроизводителей Республики довольно часто подводила погода. То сильная засуха, то наоборот переувлажнение почвы. Сейчас, к примеру, во многих хозяйствах отмечаются потери озимых культур. В конце прошлого года в законодательстве, касающемся агрострахования, произошли изменения. Расширили перечень рисков, теперь их более 27 и упростили подачу документов. Предприятие самостоятельно определяет вероятные риски. От этого зависит сумма выплат в случае гибели урожая. Кроме того, сельскохозяйственные и производственные кооперативы, застраховавшие посевы, могут рассчитывать на господдержку. Господдержка в этом году ориентирована на то, что предприятия, осуществляющие страхование своих рисков, в первоочередном порядке получают несвязанную поддержку. В случае, если происходит ЧАЭС-ситуация, и предприятие имеет право получить возмещение с федерального бюджета своих принесенных затрат, возмещение произойдет в стопроцентном объеме. Сегодня в Чубоксарах завершился отопительный сезон, и вместе с этим началась подготовка тепловых сетей к очередной зиме. Какую работу проводят управляющие компании, смотрите далее. С помощью этого компрессора сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис-1» будут промывать и опрессовывать систему отопления. Сейчас идет подготовка. Коммунальщики проверяют и тепловой узел. Трубы, манометры, термодатчики – за всем этим следят весь год. В обслуживании 120 жилых домов. Отопительный сезон у нас прошел замечательно. Это уже не первый год мы живем хорошо. Значит, жалоб не было абсолютно. Вот, сбоев у нас не было ни по отоплению, ни по воде, ни по газу вообще. Все ресурсы мы получаем, достатки. Домов у нас много. Соответственно, чтобы успеть до 15 июля полностью опрессовать все с дома, то есть мы уже готовимся заранее. Составляем графики промывки. В момент опрессовки могут возникнуть всякие нештатные ситуации, чтобы успеть до начала следующего отопительного сезона произвести работы по необходимой, в связи с выявленными какими-то неточетами. Благоустройство и борка дворовых территорий в этом направлении тоже не отстают. Во всех дворах проходят субботники, в которых участвуют коммунальщики и местные жители. Территория у нас очень чистая, ухоженная. Начинаем готовиться к посадке цветов. С этой компанией мы работаем уже 4 года. Сотрудничаем очень тесно. Вопросы все решаются оперативно, в спокойной обстановке, без всякой нервотрепки. Многие проблемы в УК решают самостоятельно. К примеру, водосточные трубы не покупают, а делают сами из стальных листов. Так в ходе дешевле. С крыши идет вода, это, скажем, отсюда, и снизу, от дома, в сторону отводят воду. На сэкономленные средства закупают краску и обновляют фасады зданий. Как раз грядущим праздником. Татьяна Леонтьева, Бахтиар-Велеев, Республика. У Государственного Совета Республики сегодня появилась своя аллея. Деревья на склоне Чебоксарского залива высадили депутаты нынешнего созыва и ветераны чувашского парламентаризма. С места событий Дмитрий Ковалев. Саженцев 42, но желающих заложить новую аллею было куда больше. Кому орудовать лопатой, а кому носить воду, депутаты решили без прений. У нас в этом полностью есть взаимопонимание. И в целом у нас есть понимание, что мы должны вместе работать на благо Чувашской республики, ну и на благо жителей нашей любимой республики. Большинству депутатов не впервой закладывать аллеи. В этом деле, говорят парламентарии, важна каждая мелочь. Совет от бывалых. Чтобы деревья приспособились, их ветви должны быть обращены к югу и северу. Так же, как саженцы росли в питомнике. Я работал много лет в больнице Чебоксарской центральной районной больнице. Там сажали деревья, в районе сажали деревья, сажали парки. Самое главное при посадке деревьев посадить мы много можем. Самое главное сохранить, чтобы они все пошли, чтобы они все росли. Поводов заложить аллею у депутатов немало. 27 апреля в стране отметят День российского парламентаризма. Впереди 25-летие госсовета и юбилей столицы региона. Мы знаем, что город Чебоксар у нас в числе лидеров по комфортности, по благоустроенности среди городов Российской Федерации. С учетом этого, конечно же, создание вот такого еще аллеи, именно во время проведения субботников, посадки деревьев, когда весна. Это очень важно. Это объединяющее всех людей, поколение, я уже сказала, но и убеждений, чтобы в парламенте, несмотря на свои взгляды, была одна дружная цель – это благосостояние наших граждан и процветание нашей республики. От исполнительной ветви власти деревья сажал глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что это только начало благоустройства набережной залива. Чтобы на этом склоне, соответственно, все больше кустарников, плодовых появлялось, не просто там деревья. И это очень важно, потому что дети и те молодые люди, которые будут гулять, мы рассчитываем, что они бережно будут носиться. Сегодняшний вклад в благоустройство залива от депутатов – 33 астролистных клёна и 9 саженцев елей. Аллея будет называться дружбой. В этом случае депутаты приняли решение единогласно. Затем, как растут деревья, народные избранники пообещали наладить депутатский контроль. Ни один кустарник, ни один сейнец не должен засохнуть. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. В Чувашии на смену аналогом пришло цифровое эфирное телевидение. В новой эпохе в телерадиовещании теперь приурочена памятная аллея в Чебоксарах. Новые деревья появились 25 апреля в парке Амазония – излюбленном месте отдыха жителей и гостей столицы. Парк имени 500-летия Чебоксара меняется на глазах. В последние годы здесь оборудовали пешеходные дорожки, установили скульптуры, высадили новые деревья и кустарники. Теперь здесь появилась еще одна аллея. Сегодня мы посадили 21 дерево, посвященное 21 каналу. Это 20 каналов федеральных, вошедших в первый, второй мультиплекс телевидений цифрового. И 21 дерево, посвященное национальному телевидению, потому что оно тоже вещает в цифре. Вместе с деревьями будет постепенно взращиваться и цифровое телевидение во всей России, в том числе и в Чувашии. Весна, субботники, все избавляются от какого-то старого ненужного хлама, мусора, убирают, все освежают, изеленяют. Мы тоже отключили старое аналоговое телевидение и, соответственно, обновляемся таким образом. Строенный ряд саженцев, деревьев, лиственных пород высадили вдоль белоснежных ротонт, украшающих главный вход в парк Амазония. Здесь по концепции, которая разработана для парка 500-летия, также предусмотрены многолетники, ну а из деревьев мы стараемся использовать, конечно, вечно зеленые и туи, и ели, и делаем акцент. Ну вот здесь сейчас вот я березу посадила, да, потому что, мне кажется, даже это чем-то и символично для меня. В посадке цифровой телеаллеи приняли участие не только представители всех СМИ республики, но и неравнодушные горожане и волонтеры. Мне настолько приятно о том, что с таким энтузиазмом горожане включились вот в этот процесс подготовки юбилея города Чебоксары. 49 лет тому назад были посажены эти деревья, был создан и заложен этот парк, и в течение уже многих десятилетий сюда приходят наши горожане, любуются этим парком, этот парк приобретает уже свое истинное лицо. И то, что горожане сюда пришли на посадку новых деревьев, это новая жизнь, это новая страница в истории города Чебоксары, которая будет писаться молодым поколениям на будущие времена. Галина Титарчук, Бахтияр, Велиев, Республика. В выходные дни мы будем отмечать Светлую Пасху. Подготовка к ней начинается в Страстную Субботу. Хозяйки пекут куличи, расписывают вареные яйца и украшают стол. Каждый это делает по-своему. Мы побывали в гостях у мастера Аси Ведовской и узнали, какие свечи она делает к празднику. Аси Ведовская начинает готовиться к Пасхе за месяц. Несколько лет назад она начала делать резные свечи. Считает, что в этот светлый праздник все в доме должно быть особенным. А такие свечи создают настроение. Профильм теплый, податливый. Мне очень нравится делать свечи. Это арт-терапия такая. Очень приятно прикасаться. В эти дни в ее мастерской в буквальном смысле жарко. Каждый день изготавливаются по 60 свечей. Причем все. От восковой болванки до причудливых украшений Аси делает сама. Вот такие формы для изготовления болванки. Сюда заливается пищевой парафиль. Предварительно фитиль вставляется. Набираем вот цвет. За счет разноцветных слоев, потом на срезе получается у нас красивый рисунок. Пасха же у нас красно-желтые цвета. Нож должен быть чистый. И у нас буквально несколько минут, пока не остыли слои парафина. Раньше мастерица вырезала много деталей. Приклеивала блестки, камешки. Сейчас старается не перегружать свечи излишним декором. Каждая свеча получается неповторимой. Иногда это буквально произведение искусства из воска. Вот самая маленькая свеча, она будет гореть часа 3-4. Вот эта свеча практически весь день. Есть макси-размер. Вот допустим, это может и неделю гореть. Каждая свеча покрывается специальным лаком. На этом этапе маме помогает сын. Так, у нас готовы свечи. Они теплые, как пирожки, ароматные. Сева, смотри. Ты мой помощник, сейчас будешь покрывать их лаком. Именно поэтому, даже когда свеча полностью прогорит, она может использоваться как подсвечник и радовать своих обладателей долгое время. Давай зажигай свечку. А я чай налью. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В ночь с 27 на 28 апреля в прямом эфире на нашем канале вы сможете увидеть праздничное богослужение из Покровска-Татьянинского собора города Чебоксары. Службу проведет глава Чувашской митрополии митрополит Чувашский Чебоксарский Варнава. Трансляция начнется 27 апреля в 23.50. Это все, о чем мы успели рассказать. Вам сегодня дали интересная информация. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей. Широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более пяти тысяч наименований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. Я смотрю, выбор большой и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас пойдем посмотрим и может быть что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку, подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. И с остановки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чубаксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова